здравствуйте дорогие зрители снова с вами я брошу в израиле меня зовут шуламит и сегодня хочу ответить на вопросы моих зрителей речь идет о людях которые хотят переехать в израиль они уже достигли пенсионного возраста или очень близки к пенсионному возрасту хочу сразу сказать что пенсионный возраст для женщины в израиле 62 года для мужчины 67 лет и сделать такое видео хотела давно но сейчас мне пришло письмо от очередного пенсионера по израильским конечно меркам который хочет переехать в израиль и он хочет видимо какой-то совет от меня и в основном он спрашивает о том что его ждет в израиле сможет ли он найти работу в своем возрасте сможет ли он найти комнату на съем потому что он приезжает без семьи а у нас в основном сдаются трехкомнатные квартиры и знает что снимать трехкомнатную квартиру дорого и боится что ему может не хватить денег для проживания и вот таких человек набралось несколько которые собираются есть женщины есть мужчины которые собираются переехать одинокие пенсионеры и думают и не знают как им быть и что их тут ждет давать я буду поэтому ответ не до последнее это письмо а сразу на несколько писем то есть это будет довольно обобщенный ответ все что я тут на говорю это конечно будет мое личное субъективное мнение ясно что она будет отражать мой взгляд на вещи мой жизненный опыт и не надо мой ответ брать как основу для своих решений я не могу давать советы людям о которых не знаю ничего не знаю их обстоятельств прежде чем рассказывать о том что и здесь ждет я хотела бы чтобы они задумались над следующими вещами первое пусть каждый из вас задумается о том почему вы вообще решили уехать из того места где живете что вас там так сильно не устраивает что надо сдвинуться с места в этом возрасте и будет ли то что вас не устраивает там лучше в другой стране вы всю жизнь прожили там почему вам понадобилось уезжать неужели настолько плохо действительно ли необходимо уезжать другую страну не обязательно даже в израиль просто что вас гонит из того места где вы живете может быть вы можете обойтись без того чтобы уезжать если вы себе ответили на вопрос и знаете что уезжать необходимо возможно есть какие-то объективные причины тогда перейдем к следующему вопросу второй вопрос это а почему вы хотите именно в израиль ну конечно многие пишут что потому что имеют право на репатриацию как известно в израиль нельзя просто так взять и приехать и в израиль можно приехать другие страны просто не берут а есть такие кто эмигрировали уже в другую страну прожили там некоторые даже много и не прижились и думают почему-то что в израиле то ли потому что у них еврейские корни или по другой причине почему-то решили чтобы израиль и будет лучше и хотят совершить еще одну эмиграцию а некоторые пишут что хотят умереть на родине предков ну вот кто ответил себе на вопрос почему они хотят жить именно в израиле то я задаю следующий вопрос а что вы вообще знаете о стране израиля близка ли например вам еврейская традиция не смущает ли вас то что здесь довольно много востока вы часто будете слышать восточную музыку крикливые бесцеремонных людей крики шумных детей или все-таки вы не любите восток вам ближе европейская ментальность не пугают ли вас те проблемы которые здесь есть о которых вы наверняка знаете не пугает ли вас опасность войны ну предположим что вы все это знаете и вас это не смущает тогда давайте перейдем к тому что вас ожидает в израиле давайте поговорим о том сможете ли вы тут прижиться и что у вас тут собственно ждет первое что вас тут ожидает это новый язык несмотря на то что здесь довольно много русскоязычных людей которые действительно встречаются часто и выручат вас не раз тем не менее подумайте удобно ли вам жить стране где все население говорит на другом языке будете ли вы себя чувствовать полноправным гражданином конечно есть люди для которых это не важно подумайте важно ли это для вас следующий момент это где вы себе позволить можете жить вы думаете о том что поехать центра страны нет в центре страны съем квартиры для одиночки практически невозможен значит вам нужно искать какую-то совершенно другое место скорее всего это будет север или юг страны и если это будет большой город то это еще хорошо снять квартиру даже маленькую на одного человека очень тяжело кроме того готовы ли вы жить в плохой квартире экономить на многом например не включать кондиционер надолго в жару ну это для того чтобы не платить большие деньги за электричество надо экономить и заодно хочу спросить а хорошо ли вы переносите жару некоторые пишут что готовы подрабатывать на любой работе чтобы нормально жить у меня тут же возникает вопрос а достаточно ли вы здоровы чтобы работать на любой работе ведь любая работа любая это ухаживать за стариками убирать квартиры общественные здания быть сиделкой тяжело больных людей работать на конвере или что еще тяжелее работать на стройке или в сельском хозяйстве вы спросите а что других работ нет конечно есть другие работы но для них нужно прилично знать иврит а пока вы не выучите вот придется работать на таких вопросах работах как быстро вы выучите иврит зависит от ваших способностей от памяти упорства усидчивости в любом случае не в молодом возрасте быстро выучить не получится ведь надо говорить нам не на уровне твоя твоя моя не понимай ну давайте предположим что вы здоровы и готовы работать на любой работе да сегодня вы здоровы а что будет завтра когда вы заболеете как правило люди начинают болеть и и слабеют с возрастом и уже не в состоянии выполнять тяжелую физическую работу даже не очень тяжелую работу и что вы будете делать тогда если вы меня спросите а можно ли прожить на пенсию можно прожить одиночки на пенсии при условии что вы получили хостел я рассказывал в одном из своих видео и дам ссылку но такой хостел получить сразу не удастся по к минимуму несколько лет иногда и 10 лет и больше проходит пока ваша очередь подходит на такое жилье а самостоятельно жить и платить за всем квартиры тяжело конечно если это пара пенсионеров то совсем другое дело в одиночке ситуация хуже хочу также задать на мой взгляд очень важный вопрос а вообще близкие у вас есть где ваши дети внуки братья сестры родственники вы их оставляете и приезжаете сюда один конечно если у вас тут есть родственники есть дети тогда совсем другой разговор но если они все остались там а вы будете здесь один это значит что никто вам не подаст руку помощи просто вас никто не знает никому до вас нет дела так что об этом тоже надо подумать но я ваших обстоятельств не знаю поэтому вам об этом нужно думать конечно самим я советую вам задуматься над многим конечно мы все приехавшие сюда прошли через трудности но это было поначалу так как мы были молоды выучили быстрый язык нашли работу получше и получили новую специальность у кого-то были хорошие специальности все зажили по-человечески со временем все-таки я считаю что эмиграция это мероприятие для молодых людей или зрелых людей полных сил и конечно семейным людям легче намного конечно когда я отвечаю на ваши вопросы я всегда представляю себя в вашей ситуации и думаю как я повела бы себя в каждом конкретном случае но конечно люди разные и мнения у них разные и вы можете решить вопрос совершенно не так как решила бы вопрос я я только советую задуматься над выше названными вещами выше названными причинами для вашего отъезда с места на вашего проживания и конечно случаи бывают разные я не могу предвидеть того как будет именно вам здесь кто-то здесь счастлив кто-то проклинает себя что живет тут да и вы сами я думаю все это знаете а я вам только дала материал для раздумий дальше вам самим нужно решать как вам быть но в любом случае желаю вам всего самого хорошего если вы все-таки решили ехать и все-таки стоите на своем ну стойте тогда на своем конечно до конца делайте все для того чтобы вам тут стало хорошо и и может быть все у вас будет именно так несмотря на все то что я вам тут наговорила спасибо тем кто дослушал меня до конца задавайте мне вопросы как вы видите я стараюсь на них отвечать пишите мне до свидания и до новых встреч до новых встреч до новых встреч